Я себе не разрешал снимать. А это я не спрашивал. Чё ты пихаешь меня своим животом? Чё ты пихаешь меня своим животом? Какой толстый он! Чё, бомжуете? Чтобы большой свинкой стать, нужно много есть и спать, да? Правильно? Чё ты толкаешь меня? Чё ты обделался? Ну тебе честно, ну обделался. Ну мужики, ну ты тупой я, ну скажи. Ну не знаю я законов, блин. Ну вот форма у меня охранника там, в армии отслужил, делать мне нечего, понимаешь? Просто помимо безопасности, благодарю вам прекратить съёмку. Скажите, пожалуйста, с какой целью прекратить съёмку? Что вы нам скажете? Либо мы бы замкались. Давайте без ментов. Ну чё вы как терпелы? А вы присели, чтобы не стояли? Да не, я постою. Присели, чтобы не стояли. Хорошее обоснование. Тогда работа мешает. Кто? Ну вы, по крайней мере. К чему? Меня снимать не надо. К чему мешает? Ну как к чему? А там кружили, толпитесь здесь. Мы знаем этого человека. Откуда звук? Мы знаем этого человека. Да это какой-то охранник. Это оттуда звук. Из задницы? Наверное, из вашей столько. Не, из моей ничего не слышали. Если вы пришли, кто-то снимает. Блогеры. А вы блогер? Давайте, давайте. А вы блогер? Хватит командовать нами. Давайте идите, снимайтесь своими делами, а не мешайте нам. Познимаемся, как раз, своими делами. Ну что, к посетителям приставать ваше дело, что ли? Нет, вы толпитесь вокруг стойки. Мы узнаем информацию, которую эта девушка обязана нам дать. Поэтому мы, собственно, и стоим. Она вам и так скажет эту информацию. Вот, а зачем вы нас тогда прогоняете? Я вас не прогоняю. Я вам предлагаю присесть. Ну, спасибо. Мы вам отказываем. Где вы так отказываете? Это я еще и вежливо снял. Что это за быдло пришло вообще? Давайте не будем. Давайте не будем. Мерно. Давайте будем. Да, пожалуйста. Возьмите, сейчас мы свиньки построчим. Смотри, спер сколько бумаги. Вообще. А ты не знал, что ли? У них такая система. Уважаемый человек, вы частно охранник? А что вы хотели? У вас посмотрите, что вы в крипто. Честно охранник. На каком основании? Чтобы я вам показал свое удостоверение. Вы просто главный лицензионный. Я Павлик. Вам документы показать? Документы показать? Я тебе не разрешал себя. Документы показать? Я себе не разрешал снимать. А я тебя не спрашивал. Как? Что? Пишу меня своим кузом. Как бы приготовить? Сядь на место или говори нормально? Сядь на место или говори нормально? Вы любите прижиматься к людям, что ли? Это вы любите прижиматься к людям? Не, ну вот сейчас вы подошли к человеку. Вы любите тереться об них? По-моему вы теретесь. А вы гей что ли? Вы сейчас об меня хотите потереться? Давайте потремся. Давайте потремся. Давайте давайте потремся. А вы гей что ли? Нет, не гей. А нормальная операция. А как вы относитесь к гетерацеев? А зачем вы оттеретесь об меня? Я бы вас не терся. Ну как? Вы терлись об меня. Я вас пытаюсь подвинуть. Будь мужиком, признайтесь, что терся. Как вас относитесь к гетерацеев? Ладно, удостоверение пока еще все. Вы провоцируете ничего? Провоцируйте, да. Ну зре вы провоцируете. Почему? На соблении языка вы не правы здесь. Не дрожать. Стой, не дрожи. Отходи, парни. Да сейчас, еще чуть-чуть. Не дрожи, я тебе говорю. Успокойся, не дрожи. Вы провоцируйте. Спокойно, выдохни, выдох. Вы провоцируйте. Ох, доставление показалось все. Что ты пихаешь меня своим животом. Что ты пихаешь меня своим животом. Ох, какой толстый он. Чтобы большой свинкой стать, нужно много ездить и спать. Правильно? Иди, бытли, бомжали, доедай лошадь. Так что вы не представились-то? Вы в курсе вообще, что вы должны удостоверение показывать? Не каждому встречному я должен показывать свое удостоверение. Да не каждому встречному, я тебе представился, я Павлик. Таких Павлик-то, знаете, здесь походите? Сколько? Очень много. Сколько? Ну скажи, сколько. Всем надо показывать удостоверение. Да, всем. Всем, кто попросит. Нет, вы ошибаетесь, молодой человек. Вы уверены? Да. Так что, мы уходим. Не, я не хочу. Выходим, выходим. Не хочу. Мы подождем, пока вы... Что, бомжуете? Слушайте, постойте, мы подождем. Давайте вот без этого, давайте без таких высказываний. Слушайте. Давайте, отходим, отходим. Куда отходим? В сторону. Пока что, устроение, извинишься, и мы уйдем. Хорошо? Нет, не забывай, что... Ты меня писал только что, ты мужик, вообще, ты говоришь, что я тебя не трогал, ты об меня терся только что. Ну все это видели, что будет смешно. Я вас отпихнул, не больше. Такого поставь. Такого поставь. Да. Присяду, отдохну. Что за пост? Вот это что-то? Да. А это, кажется, мой ступчик. Ой. Присяду, отдохну. Что за пост? А? Скажи мне. Какой-то буйный посетитель, да? Мади. Видим, машинку забрали. Скорее всего, это, кстати, не охранник. Да. Охранники обычно представляются. Я думаю, вы просто украли форму охранника или съели охранника. Чего ты смотришь на меня? Я нормальный вариант предлагаю. Извиняюсь, и все, мы уходим. Смотрим твое удостоверение и уходим. Двигаем, двигаемся. Да, двигаем. ГБР? Менты, что ли? Давайте все. Не важно. Ну, менты, что ли? Да, без ментов. Что, ты терпила, что ли? Ну, терпила, что ли? Ну, что ты через ментов-то сразу? Ты терпила. Ну, что ты, ГБР, не ГБР. Ты нормально, что ли, не можешь? Ну, терся, терся. Ну, извинился, все, показал удостоверение, и все. Давай с тобой поспорим. Ты по закону, вот, давай с тобой. На 10 отжиманий, на 10 отжиманий поспорим, вот, как пацаны. Ты пацан? Отожмусь. Конечно. Нет, если я не прав, если я не прав, я отожмусь 10 раз. Покажи. Я тебе на пацана отвечаю. Какой ты пацан? Пацаны в песочке копаются. А ты здесь что-то хочешь, провоцируешь? А я провокатор пацан. А, провокатор, ну, понял. Их провоцируют, а на соблюдение закона не получается. Тугой какой-то, по-моему. Ну, так что, давайте, на 10 отжиманий поспорьте, мы сейчас откроем сходить законы. Не, ну, ты же уверен, что ты прав. Вот, и посмотрим, обязан ли вы показывать гражданам, которые попросят удостоверение или нет? Ну, давайте поспорим, на 10 отжиманий в чем проблема. Вы свои документы тогда покажите, что у вас есть. Ну, я могу, я могу. У вас какие представители? Как вы лицензию получали частного охранника, если вы не знаете закон? Я знаю закон. Но, по требованию, вы обязаны предъявить... Кому? Сотрудникам полиции и гражданам. И гражданам. И гражданам. И лицензионным органам. И гражданам. Не всем гражданам. И гражданам. Каким? Каким гражданам? Не всем. Значит, каким ты должен, правильно? Которые имеют именно непосредственно исполнение обязанностей. Сотрудник МВД, ПОСБ, ПОСОО. Они не граждане? Они граждане, во-первых. Криптон. Криптон. Чоп-криптон. Чё-то новенькое. Павел, что скажешь? Чоп-криптон тоже? Не знаю это закона, да, по-моему? Ну, я даже не знаю, что сказать. Это просто дичь. Да. Что это вообще? Из-за какой-то пыдра подходит сам. Мы к нему не подходили. Самый прикол-то. Он сам что-то подошел, начал требовать. Чё-то обделался? Ну, скажи честно. Ну, обделался. Ну, мужики, ну, какой тупой я. Ну, скажи. Ну, не знаю я закона. Ну, не знаю я закона, блин. Ну, вот форма у меня охранника там в армии отслужил, делать мне нечего. Понимаешь? И всё, и свалил. Капец. Почему они не могут быть просто, блин, мужиками? Я не понимаю. Траться чья-то. Не ваша? Общая. Общая. Хорошо. А вот эту трогать не сделаешь. Почему? Вы трогайте другие вещи. Я её нашёл. Которые вам не поднадлежат. Я её нашёл. Вы не нашли. Я её нашёл, она тут лежала бесхозная. Бесхозная? Да. Много уважения. Ты, по-моему, сейчас много нового себе узнаешь. Вот я хочу, чтобы ты извинился, предъявил удостоверение, и всё. Что я узнал нового? Ребята, почему? Вопрос в том, что вот этот человек в форме охранника зачем-то подошёл к нам и начал к нам приставать. Мы, соответственно, порешали свои вопросы, решили подойти и спросить, собственно, кто он. А он не говорит. Видите, и толкается, спихается. Вот и всё. Ну, пусть удостоверение покажет, извиниться, вопросов нет. Ну, вот и прекрасно, чтобы я снимать. Почему? Скажите. По-моему, безопасности. Как вас зовут, простите? Да. Благодарю вам прекратить съёмку. Белянчиков. Можно имя учесть? Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, с какой целью прекратить съёмку? Что вы нам скажете? Либо мы бы за ним полиция. Давайте без ментов. Ну, что вы как терпелы? Давайте без ментов. Не надо полиции. Не надо полиции. Не надо полиции, пожалуйста. Давайте, знаете, если не будете нам делать условия, давайте просто у вас, ваша охранник, представится, и всё. Это ваша подрядная организация, да? Во-первых, где у него, вот как у этого охранника, да? Личный короче, охранник. Вы не будете снимать ваши шутки? Вызывайте банки. Не, пожалуйста, не надо. Не надо, не надо. Давайте без полиции. Ой, не, 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 бежим, бежим, бежим. Менты, менты, не надо, не надо. Всё, 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 бежим, бежим, бежим. Не, 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 только не ментов. Пожалуйста, не надо. Ну, ребят, полиция подъехала. Сейчас что-то будет. Паша уже стоит, ждёт. Хе-хе. Вот, эвакуировали эту машинку, которая находится у меня в собственности. Приехал её забрать с ними, например. Мне говорят, вы парковали. Я говорю, не я. Мне говорят, тогда, говорит, мы вам её не отдадим. Но они должны же протокол составить. Да, я им говорю, составить протокол, если вы уверены, что это я, то вы в отношении меня. Они не хотят. И ещё два заявления будет на охранников, которые напали. Я вам могу сказать, что это гражданско-правовые отношения. Они, опять, всегда, я такие... Сказали, нападать на людей охранников? Нет, не нападим, это по поводу эвакуации. Эвакуацию, они всегда составляют протокол на человека, который зарушен. Они не могут на полиполку составить. Поэтому я приму с удовольствием на вас заявление. То есть вы неизамедлительно не поможете мне вернуть машину? Машину забрать я не могу приказать. Я кто такой? Законные требования в полиции обязательно ли исполняют? Законные, да. А в чем бы законные? Ну вот я собственник машины. Ну вы собственник. Причина задержания устранена. Правильно? Я даже готов назвать кто протокол. Протокол должен написать на человека. Вы, приехали, сразу бы это не сказали, я нарушил, я протокол. Ой, поставил машину. Они поставили на вас, вы забрали машину и уехали. Так если я... Они вам, скорее всего, предложили поехать какую-то справку там, по-моему, взять. Да, на Каланчёв. Так мы даже и так уже предлагали, типа, что давай, типа, мы сами это сделаем. И как бы она говорит, нет, нифига. То есть я не понимаю ее логики. Ну у них здесь вот именно такие... Вот поэтому мы камеру достали и решили это заснять, потому что, ну, как-то вообще непонятная ситуация. Это не пируэт происходит, да? И пока вот мы как бы... Я не могу притянем сказать, верните этому человеку машину. Охранник и задержите. Вы напишите заявление сейчас, я посмотрю, что там случилось. А может, пожалуйста, заходите? Просто вот, смотрите, в этот процесс, да, когда вот мы сообщались с Мадишницей, ну, я не помню, как ее зовут, да? Ну, да, к нам подошел охранник, что тот начал как бы требовать. Мы к нему, ну, когда закончили сговоры, говорили, а что вы хотели, да? Он начал к нам подходить. Смотрите. Вот, видите, причем... А это со стороны вот еще на камеру все снято. Мне больно, у меня синяка что-нибудь. Плюс отказался передоставить удостоверение, что отдельная административная коронавируска. И неоднократно причем толкал. Вот, видите. Что ли вообще надо было, мы к нему вообще не подходили, я не понимаю. Ну, понятно. Ну, давайте разберемся с этим все равно, да. Давайте разбираться будем. Так, машину, я тут что-то говорю, заставить я не могу. Не, ну, с охранником разберемся. Ну, хотя бы заявление примите по поводу произошедшего. Сейчас, если вы будете взять заявление, вы едете, и я охранник, едете, ставите заявление. Нет, я вам сейчас сапортирую устное заявление, вы у меня тут его примите, да и все. А вы задержите того, кто нарушал закон. Как не можете? Я вам дам бланка, нет? Нет, есть, ладно. Нет, протокол принятия устного заявления не умеете? У нас нет такого. Как? У нас? У нас это где? А в МВД есть такое, знаете? Нет. 736-й приказ, 14-й пункт. Очень прекрасно. Колокольцев вам чушь, к сожалению, да? Ну, не знаю, мне не чушь. Вот в субботу поедем, ой, не субботу, во вторник поедем к нему на прием. Я вам заявление, которое вы можете написать. Да. Вы можете писать? Если хотите, спишите на телефон, там, на меня шохранник напал. Вы забыли? Ну, другу попросите написать. Ну, чем тут друг-то? А полиция не помогает гражданам? Нет, запишу. А в чем проблема другу? Ну, я могу расписаться, если вы хотите. Что-то, блин. Тут заявление-то, две строки. Документы, можно добавить? Ну, какие документы. Ну, какую-нибудь. А нету документов. В машине все. Павел Мязов. Кстати, ребят, охранника сменили, убрали. Ты заметил, там уже другой охранник сидит? Его убрали. Я же честный человек. Смотри, кто бы написал? Кем я предупредил? Так вы не спросили даже, за что подписаться. Так вы бы здесь написали читать. У меня очень грамотный человек. Я хочу читать? Да. У меня зрение потом нет. Так вы спросили бы, за что я расписываюсь. Написано предупреждение. Я вас предупреждаю. Булок газ. Разумеет, можно у нас. Так я-то лицуюсь у КРФ. У меня зафиксировано на камере, что вы предупредили поищем. Большая разница, когда вы себе. Ну, господи. Вы грамотнее так станете. Видите, вы общаетесь на. Вам уже расскажу, что есть услуги. Вот. Так. Прошу вас принять нее. По самоуправству. Я правильно? Да, да. Да, все. А вот, собственно, лицо, на которое мы указываем. Которое я толкал. И вот второе лицо, которое по самоуправству. Парни, вы так и будете, что ли, провоцировать? Парни у тебя в спальне будут. Да, 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 да. У вас тоже. К вам обращается сотрудник полиции. Будьте добры выполнять ему законы требования. За не выполнение законов требования сотрудника полиции предусмотрена административная ответственность. Пока еще ничего не требует. Сейчас потребует. Документ, какой он должен. Да, пожалуйста. Он достал паспорт. Сегодня, похоже, это как его. Потому что у него нет просроченных удостоверений. Нет удостоверения, да, или что-то типа того. Я не обязан, потому что. Я вас предупрежден, что применил физическую силу. И отказались. Физическую силу? Да. Пока еще не применен. Вы пишете свое введение. Все хорошо. Фамилия, отчество, отрождение. Хорошо, хорошо. Теперь он уходил сюда. Дверь в порядок. Ужец оказался. Не мужчина. Ребята, вы мешаете работать постоянно. Пройдите, пожалуйста. За руками зачем трогать человека? Задойдите, пожалуйста. Вы зачем руками трогать человека? Вы мешаете. Вы сломили. Пройдите. 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 Что вы такие диди? Можно стоять, но не мешаете. Вы зачем его трогаете вообще? Можно стоять, но не мешаете. Вы не мешаете потом. Вы не мешаете потом. Вы не понимаете, вы не мешаете. Отойдите отсюда. Вы как попрошены здесь. Вы смогли пройти из нас. Слушай, а вас здесь запрещено снимать? Вы сами говорите. А сами снимаете как-то. Это для служебного пользования. А у нас тоже для служебного пользования. У вас? Да. Что за служба у вас? Я вам удостоверение предлагал показать. Вы не хотели видеть. Вы свое не показали. Ребята, вот такой вот урок нужно делать с каждым охранником, что впредь они представлялись, исполняли свой закон о чёпе охранно-детективной деятельности. Ну, это же охранник, ребят. До них долго доходит это. Только через силу. Я уже не знаю, в какой раз повторяюсь, у нас все только через силу работает. Где еще через одно место? А, ну да, еще через одно место. Все верно. Из полиции вы тогда себе разговаривали. Да. Мне просто интересно, знаете, можно вас спросить? Интересное ваше мнение. Дмитрий. На пару секунд просто. Ну давайте, Иван, вы только так стойте, я просто спрошу, а вы сами ответите. Вот смотрите, вы когда к нам подходили, да, вы говорили, что вы вызовете полицию для того, что мы где-нибудь идем с ним. Правильно? Получилось, что вызвали мы сами, конечно. Но меня интересует немножко другой момент. Смотрите, была бы даже другая ситуация, вы бы вызвали полицию, но что бы она нам сделать? Понимаете, полицейский приехал, и видит, что Павел снимает на видеокамере. Он, как бы, требований прекратить видеофиксацию не выдвигал. Как и вам, кстати. Да. Или вам, кстати, тоже не выдвигал. То есть, ну, вы как-то думаете, что ваши слова были в тот момент необоснованы? Может, вы с горяча это сказали? С горяча сказали, да? С горяча сказали, да? Ну, глупо выглядит сейчас. На месте сказали, да? Извини за то, что я сделал. Мы пошли дальше. Он, как бы, начал продолжить толкать. Ну, естественно. Я это заснял все. То есть, ну, как мириться с этим? Потом подошли вы. Конечно, мы сразу были, но не в самый эпицентр событий, да? Вот. Поэтому мне бы хотелось ваше мнение узнать. Давай, давай, давай. Вы хоть наказываете? Не говорите мне, что я распинаюсь. Не ходите, не отвечайте. Здравствуйте. Суп? Вот я все. Когда человек отмалчивает, да? Ну, то есть, не выдвигает свою позицию. Люди думают, что он... Я скажу проще. Да. Заморозь двойной спрос. А, да. Вот. Видите, даже частушками, мини-частушками, Павел заговорил. Поэтому... Ну, пусть все, наверное, сами видели. У меня, вроде, камера там была включена в тот момент. Поэтому... Добавить мне больше ничего. Более того, мы сюда шли, кстати. Нашли тут эвакуаторы, которые на тротуаре стоят. Сделали замечание. Он говорит, а парковаться негде. А, да, да, да. Ребята, ну да, вот сейчас небольшая врезочка, наверное, будет, как эвакуатор нарушает правила, да? И делает отмазки такие же, ну, как водители, которые стоят на тротуарах. Барковаться-то нечем, негде, негде. Да. Он тихий. При полиции. Ну, понятно. Да, кстати, ребята, если кто-то увидит эту запись... Он, наверное, сейчас и кредитерс говорит. А то что? Наверное. Что-то грозный такой. О, видишь, сразу грозным стал. Сиди и молчи. Все, давайте, тихо, не надо скандалить. Сдайте, что-то написали. Просто, ребята, хочу пояснить вам маленькую деталь. Отойду от него, пока он пишет, да? Вот эти все охранники, там, чоповцы, да, и, как бы, контроллеры, то есть, они, когда видят полицию, они уже ведут себя не так. Нахально, да, агрессивно. То есть, они понимают, что, ну, тут же полицейский, да, ну, я уже не могу толкать людей, пинать их, правильно? То на бутылку посадить. Да, то посадить на бутылку. Это чревато, да. К тому же, ну, я, конечно, не буду говорить эту речь, да, но человек взрослый, поэтому держится за свое место. Ну, как, они сейчас, как бы, провоцируют за то, чтобы меня... На соблюдение закона провоцируют? Закон? Я, вот, по крайней мере, не вижу, что его закона создаются. А что закон? Меня снимать? Вам хотя бы словесное мнение. Разрешение? Отпишите заявление. Разрешение. Заявление? Не вопрос. Давай. А вы, что, будете его забирать? Может, он в отделе, как раз запишет, когда будет административно задержан? Нет, ну, вам сейчас. Я забирать еще никого не буду. Я объяснение, что вас заявление принял. Ты, кстати, а если вы смотрите? Я не в этом учу. То есть задержан за административно? Я не вижу здесь информации. Это участковый занимается. То есть, кто сказал, что там попал, на что его не есть? Еще раз говорю, если есть нарушение, примет решение участкового, который приедет, будет читать ваше заявление и принимать, есть ли это нарушение или нет. Когда это будет произведено? В течение 10 дней. У участкового есть 5. А вы уверены, что человек не скроет? Не уверен. Не уверен. Данные уедут. А он в Москве что-то взяли? Да. Я это сказать не могу. Если да, то проблем нет. Просто вдруг он откуда-то там… Приехал на подработки, что ли? Из Рязани. Да. В Рязани если вы едете, то что у вас они не боялись. Вот этот вот. Который пытался у вас выгнать? Ну, запретить видеосъемку, да. Запретить видеосъемку, да. Сразу скажите. Сразу на вот это слово. Нет, мы же сказали. Мы уже займем. Бывает. Да. Она восторживает. Хоть займете с чем-нибудь? Да. Потерялся немножко. Да не обращайте внимания. Я думаю, вы чтить можете видеть людей, которые снимали. В последнее время, кстати, редко. Одно время был участок. А все в мытищах просто, понимаете? Мы просто в мытищах хотели поехать, да? Мытища, наверное, в ютюбе, где-нибудь все видите, там такое творится, знаете, чего. Ужас какой-то. Там бы вот этого охранника, вот там людей, представьте, ни за что поломали, да? Вот. Пытали твой суток, вот. А потом суд их оправдал. Сотрудники полиции. Ну, как сотрудники полиции? Мусора. Но я не могу назвать полицейским, которые пытают людей. А то позорит остальных полицейских, получается. Вот. Это ни за что, представьте, ни за что. А вот с этим охранником, мне кажется, там бы вообще капец был. Он бы оттуда, конечно, живым вообще не решил. Это еще другой регион уже. Ну, да, да, да. Там свои, как говорится. Правила три. Там Алик. 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 Дмитрий. Помощи, помощи полиции уже? Заберете? Заберете? Как бы они не дают работу людям? Мы никому не мешаем. Это вы только нам мешаете, толкаетесь. Активное место. Причина снимать с каждого. Сами прекрасно понимаете. В какое время живет? Так что выходим тогда. Вам здесь нужды никакой нет. Не знаю. Вот не говорите лучше такие слова. Нужды вам никакой здесь не надо находиться. Я могу вам точно так же сказать, только перефразировать. Вам это не понравится. У нас есть нужда, о которой мы вам раньше говорили. Что есть проблемы с машиной. Я вам сразу вежливо сказал. А вы начали лезть в лупу. Ну что, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк. Обязательно, обязательно. И нажмите на колокольчик. Рассказывайте свои истории, связанные с эвакуацией. Мне кажется, в Москве почти каждый с этим сталкивался. А многие, как я, рецидивисты. Причем я еще не был ни разу привлечен за это к ответственности. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ну и на Бориса Иванова подпишитесь, который помогал нам. Оставляйте, кстати, много комментариев там, ребят. Потому что, блин, надо показывать этих упырей.